Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала улправду.ру. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. На что пойдут 7 миллиардов рублей из областного бюджета? Фермеры пожаловались на свои проблемы. Ульяновская область затопит. Как спасти людей и имущество решали депутаты законодательного собрания. В школах продолжается карантин. Завтра депутаты соберутся на итоговое заседание законодательного собрания. Один из вопросов – изменение в главный финансовый документ этого года. Бюджет Ульяновской области за счет федеральных средств увеличился на 7 миллиардов. 146 миллионов 800 тысяч рублей. Деньги, что и говорить, немалые. Тем не менее, освоить их эффективно – задача непростая. 25 февраля в законодательном собрании прошло заседание Комитета по бюджету экономической политики. Основной вопрос – внесение изменений в закон о властном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. Благодаря поступлению федеральных миллиардов увеличиваются не только доходные, но и расходные части бюджета. Свои соображения по поводу распределения средств представили все министерства. Наиболее внимательно депутаты заслушали доклад министра финансов Екатерины Буцкой. Увеличиваются, прежде всего, это безвозмездные поступления. Значит, увеличиваются расходы Министерства строительства и архитектуры. Ульяновской области на общую сумму 1 миллиард 727 миллионов рублей. Ну, как мы уже озвучили, прежде всего, это большая сумма 1 миллиард 690 на реставрационные работы Ленинского мемориала, на строительство и реконструкцию капитальных ремонт сельских домов культуры 21,4 миллиона рублей, на модернизацию региональных и муниципальных театров. Кроме того, не стоит забывать о дорогах здравоохранения и образовании. Каждый житель должен почувствовать улучшение от пополнения бюджета региона. Вот что должно стать основным правилом распределения денег, считает руководитель профильного комитета. Одно дело, первая задача выполнена, то, чтобы деньги пришли, но второе, наши граждане должны почувствовать эффект от этих денег. Где должны новые дороги появиться, та же программа «Чистая вода», в каких селах будут заменены водопроводы, где у нас будет протянут газ, и, я надеюсь, Александр Яковлевич Черепан сегодня подробно расскажет о том адресном перечне, который будет работать в 2019 году. Комитет рекомендовал парламенту принять в первом и втором чтении изменения в закон о бюджете. В целом, в 2019 году доходная часть областного бюджета увеличивается на сумму 7 миллиардов 75 миллионов рублей. Из них порядка 185 миллионов уйдут на поддержку фермеров и крестьян, 600 миллионов на поддержку многодетных, 651 миллион получит Минздрав, Минобор получит на 150 миллионов больше. Остальные деньги пойдут на прочие нужды, среди которых реконструкция мем-центра, продолжение ремонта областных дорог по программе «Безопасные и качественные дороги», поддержка общественных объединений и прочее. Подробно с информацией можно ознакомиться на сайте законодательного собрания Ульяновской области. Львиная часть бюджетных средств пойдет на социальную сферу, строительство лечебных учреждений, обеспечение лекарствами и выплата социально незащищенным слоям населения. Вопрос распределения 7 с лишним миллиардов федеральных денежных средств, которые пополнили областную казну, станет основным в повестке заседания парламента Ульяновской области 27 февраля. Накануне он поднимался на заседаниях различных профильных комитетов. Отрадно, что основная часть этих средств пойдет на социально значимые объекты, такие как областная клиническая больница, где идет ремонт. Также принято решение выделить несколько миллионов рублей на строительство нового здания детской инфекционной больницы, которая войдет в состав детской многопрофильной больницы. Мы сейчас пришли непосредственно с коллегией, мы еще очередной раз услышали о том, что детская инфекционная больница со временем переедет на эту площадку. Мы уйдем от того старого здания, который, как у нас говорят, очень давно уже стоит, и требуется не только капитального ремонта, но, наверное, новшества. Это действительно мы услышали, и денежные средства, 40 миллионов уже предусмотрены для производства определенных работ, разработки смертных документаций. Как сказал председатель комитета, 80 миллионов рублей будут выделены на строительство двух ФАПов в Николаевском и Чердоклинском районах, которые будут построены по федеральной целевой программе. Часть поступивших средств пойдет на поддержание спортивных объектов. Мы ремонтируем стадион «Торпеда», стадион «Труд», приобретаются антимандальные тренажеры, муниципальное образование. Кроме того, более 700 миллионов рублей выделено на оказание социальной поддержки населению. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды. Карантин в школах Ульяновской области продлен до 2 марта включительно. По предварительным данным, дети вернутся в классы в понедельник, 4 марта. Решение было принято в связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Напомним, школьники Ульяновской области сидят на карантине с 13 февраля. Ранее Управление образования администрации города сообщило о начале учебных занятий с 27 февраля. Однако медики приняли решение о продлении карантина. Одной из главных задач, поставленной Владимиром Путином в послании федеральному собранию, стало развитие палеоативной помощи. Сергей Морозов посетил областной хоспис, где оказывается подобная помощь тяжелобольным людям. По оценкам, в ней нуждается до 8 сотен тысяч жителей России. Глава государства подчеркнул, что необходимо настроить работу этой службы на потребности конкретного человека. Помочь при необходимости в бытовых вопросах, привлечь патронажную службу или нанять сиделку. А где-то обучить медицинским и иным навыкам родственников. За 4 года подобные индивидуальные принципы поддержки необходимо внедрить по всей стране. Курс на реализацию национальных проектов экономической и финансовой излечения отрасли здравоохранения Ульяновской области. Коллегия профильного ведомства подвела итоги работы за 2018 и наметила планы на будущее. Следует честно признать, прошедший год был крайне непростым. Для здравоохранения Ульяновской области нам пришлось столкнуться с огромными количествами проблем, главными из которых является нехватка лекарственных средств, тяжелый финансовый состояние, государственная больница, поликлиник. Сергей Морозов добавляет, что к концу года частично все же удалось исправить некоторое положение дел. Для решения вопросов по лекарственному обеспечению и погашению долга удалось дополнительно привлечь больше 500 миллионов рублей. Отметили не только проблемы, но и достижения, к примеру, увеличение продолжительности жизни в регионе. В прошлом году она достигла 72,5 лет. Среди успехов также начало тиражирования нового стандарта поликлиник, строительство и вот в эксплуатацию крупных медучреждений. Что касается достижений системы здравоохранения 2018 года, хотелось бы отметить то, что в марте 2018 года был введен в эксплуатацию перинатальный центр МАМА в структуре ГУСК, Ульяновская детская областная клиническая больница имени политического общественного деятеля Горячего. И перинатальный центр был развел на 150 кури. С марта по декабрь было принято 2273 родов, родилось 2295 младенцев. В этом году общая сумма финансирования бюджетов территориальных фонда МАЭС составляет 15 миллиардов рублей, что почти на 9% выше финансирования в 2018 году. В бюджете фонда впервые заложены деньги в размере 87 миллионов. Что это такое? Это финансированные зарплаты в соответствии с указом президента для вновь устраившихся только в первичную медицинскую сеть, только в поликлинике. Это врачи и средние медицинские работники. Среди главных задач регионального Минздрава, который выделяет коллегии на ближайшее время, повышение экономической эффективности всей государственной медицинской сферы. Должен быть разработан комплексный план повышения экономической эффективности всей государственной медицинской сферы. Мы сейчас заканчиваем разработку этого плана. В ближайшее время мы на Совете главных врачей этот план обсудим. И такие же планы будут созданы в процессе каждого государственного учреждения здравоохранения. Еще один серьезный пласт работы – развитие палеотивной помощи. Эту задачу озвучил Владимир Путин в послании к Федеральному собранию. На днях в Госдуме приняли поправки о механизме поддержки неизлечимо больных людей. В Ульяновской области помощь тяжелобольным оказывает хоспис на улице Рылеева. Его структуре находится стационар на 35 мест. Однако основная работа ложится на выездные патронажные бригады. Это целая огромная армия медицинских сестер, врачей, психологи, социальные работники. Есть квалифицированный психотерапевт, который оказывает помощь на дому. То есть мы принимаем звонки, заявки по круглосуточно действующей горячей линии. Специалисты выезжают на дом, формируют программу лечения и помощи. Причем не только пациенту, но и его семье. К слову, хосписами помимо Ульяновского региона могут похвастаться только 12 субъектов страны. Медобородование используется особое. Аппарат искусственной вентиляции легких в маленьком кейсе, портативный кислородный концентратор, который можно прикрепить к спинке кровати. По оценкам, в палеотивной помощи сегодня нуждается до 30 тысяч жителей региона. Здесь учреждение полностью бюджетное. Никаких КАС, никаких платных услуг здесь нет. Более того, мы даже не финансируемся из фонда ОМС. То есть вся наша помощь бесплатна, во-первых. И то, что мы выдаем оборудование в пользование на дом, это тоже совершенно бесплатно. В 2019 году областной хоспис получит из федерального бюджета финансовую поддержку – 44,5 миллиона рублей. На эти средства учреждение планирует докупить оборудование и расшириться, открыть филиалы в районных медучреждениях области. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. В Ульяновске изменится схема движения маршрута номер 50. На личном приеме к губернатору Сергею Морозову обратились жителями к району Юго-Западный с просьбой изменить схему движения автобуса. Поэтому с 1 марта будет введен пробный маршрут через бульвар Знаний. Движение в сторону центра будет организовано начиная с 7.20 утра и через каждые 20 минут до 9 утра. Заезд к лицею по требованию. По сообщениям городской администрации, транспортная схема будет меняться в зависимости от потребностей жителей и застройки микрорайона. В этом году исполняется 30 лет со временем возникновения фермерского движения в России. К этой дате на прошлой неделе в Москве прошел съезд фермеров России. Аграрии из 70 регионов делились своими достижениями и говорили о наболевшем. Как сложилась поездка для ульяновцев в материале Ренаты Алюловой. Ульяновские аграрии подвели итоги 30-го съезда фермеров России, который проходил на минувшей неделе в Москве. На юбилейном собрании в этом году наша делегация фермеров была одной из самых многочисленных. Регион представляли 26 человек. В очередной раз представители Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов всей страны поднимали в столице наболевшие вопросы. Такие как по электроэнергии с каждым годом у нас проблематика растет, что каждый год электроэнергия все сильнее и сильнее вырастает в стоимости. И такие сравнительные анализы даже приводились. И неравномерность, наверное, распределения все-таки рынков. То есть у нас в том году, ну, наверное, не в том, а позапрошлом году, в 2017 год, были очень большие проблемы с реализацией сельхозпродукции. Еще одна боль, цитирую местных фермеров, это несправедливо, на их взгляд, погектарное субсидирование. Конечно, несправедливо это распределение, как каждый человек хочет по-своему его получить. Например, в моем предложении даже еще, если я как-то раз высказался уже, чтобы учитывать, не только вот, учитывать надо, сколько на лов на гектар пашни заплатит, платит фермер или сельхозяйственный производственный кооператив. Возмущает ульяновских аграриев и нерешенная до сих пор на законодательном уровне ситуация с фермерскими домами. Подобные постройки, предназначенные не только для жизни семьи агрария, но и для проведения, к примеру, съездов, имеют проблемы с регистрацией. Да, сказали, на фермерский дом у вас будет, стройте. И многие построили, а сроки узаконить, они продлеваются. Вот этот, значит, созыв будет Государственной Думы, тот прошел, не сделал. Потом, значит, следующее, сейчас только в первом чтении я то и дело подхожу и в перерывах, и разговариваю. Замминистр, как он сказал, он сказал, значит, да, принимаю вашу боль. Он озвучил, потому что я так сказал, что это больно мне с года в год ставить эти вопросы. Ассоциацию фермеров Ульяновского региона на съезде поддержали. Многие вопросы поставлены в разработку. Кроме того, Ульяновская область на юбилейном съезде объединила усилия с аграриями Оренбургской области по развитию зернового кооператива. Ринат Алюлова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. С долгожданным приходом весны появятся и главные сезонные проблемы – паводки. Таяние снега и прорыв плотин могут спровоцировать сильнейший потоп в Ульяновской области. Как предотвратить чрезвычайную ситуацию и спасти людей вместе с имуществом в случае водной катастрофы? Представители профильных ведомств отчитались в парламенте о планах работ. Совсем скоро наступит весна. Природа оживет, и ледяные оковы спадут с рек и озер. В этом году проблема с отоплением стоит гораздо острее, чем в прошлом зима выдалась снежная. Накануне меры предупреждения сезонных катаклизмов обсудили на профильном совещании в законодательном собрании. Нам надо уделять очень серьезное внимание. Во-первых, о наличии гидротехнических сооружений. В принципе, по предварительным отчетам на сегодняшний день у нас гидротехнические сооружения 482 в Ульяновской области. Это почти полмиллиона. Заброшенные гидротехнические сооружения представляют огромную опасность. Ведь за плотинами и шлюзами должны следить бригады техников. Дело в том, что бесхозная ГТС может прорвать от натиска талых вод. Чтобы этого избежать, в Министерстве природы разработали план действий. По каждому из 12 гидротехнических сооружений на прудах Ульяновской области в настоящий момент определены ответственные лица, составлены графики дежурства на весь паводковый период. Сотрудники МЧС уже проводят учения. Техники предостаточны, личный состав готов. Также они проводят работы с населением, раздают памятки с правилами безопасности жителям районов зоны риска. Если же подтопление все-таки случится, спасатели должны будут уберечь и жизни людей, и их оставшиеся имущества. Здесь же будет организовано и проведение охранных и караульных мероприятий для того, чтобы не было мародерства избежать. Очень большой комплекс задачи. Общее количество техники у нас около 700 единиц, в том числе 71 плавсредство. А личный состав будет включен от области около 2000 человек. По данным гидромедцентра, климатическая зима завершится во второй половине марта. Ночные заморские уступят место теплым фронтам. В это время и начнутся взрывные работы по освобождению рек и прудов. Водоемы села Сара, Новоспасского района и Репьевки и Сурского вскроют первыми. Виктория Черкова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды. Многие семьи ждали запуска проекта «Социальная няня». Многодетные родители и молодые мамочки уже принимают помощь заботливых и высококвалифицированных нянь. Как получить услугу и есть ли риски при найме малознакомых людей? Подробности в нашем материале. Семья Нефедовых из Ульяновска знает, что такое настоящее чудо. Тройняшки родились год назад и составили компанию двум старшим ребятам. Дом полон любви и детского смеха, но и забот стало гораздо больше. Маме Кристине не хватает времени на дела. Когда супруг на работе и бабушке занято, приходится быть дома и следить за оравой маленьких непосед. В этом году вопрос решился благодаря проекту «Социальная няня». Я позвонила в соцзащиту, узнать, нет ли у них какой-то помощи, потому что все-таки детей много и тяжело то, что как бы позвонила. Они мне сказали тоже, да, есть социальная няня. Правда, они ко мне приехали спустя какое-то время, но быстро. Заявление Кристина подала в отделении соцзащиты по месту жительства. Документы поступили в июне 2018-го. В этом же месяце и пришла няня-социальный работник. Елена Абрамова посещает семью три раза в неделю. Ее и подопечных такой график устраивает. Во-первых, я не с одной семьей работаю с утра до вечера, где можно уставать, и все одно и то же. Одни и те же детки. То есть я работаю с разными семьями, с разными детьми. И поэтому как бы особо уставать не приходится. Это кратковременный присмотр. За ним я пришла, посидела, пока мама сделала какие-то свои дела или вместе сходили на прогулку. Плюс от такого сотрудничества ощущают и родители. Няни приходят всеми подготовленными, с профильным образованием и медицинской книжкой. Что немаловажно, каждая соцняня раз в неделю посещает психолога. О правилах и расценках на услуги рассказала Наталья Гурьева. Эта услуга предоставляется как на платное стоиво. Размер цены 102 рубля. Поэтому любая... В час? Да, час. 102 рубля в час. Услуга оказывается не менее двух часов и не более двух раз в неделю. И не больше четырех часов в день. Бесплатные услуги няни предоставляются льготным категориям граждан, многодетным и инвалидам. Сам проект зародился в 2016 году. Его разрабатывала Ульянская соцзащита совместно со столичными коллегами. Педагогический университет предоставил обучающие программы для подготовки. В курсы вошли педиатрия, оказание первой помощи и детская психология. Виктория Черкова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Сегодня родителям ульянских выпускников школ представилась возможность побывать на месте своих чат. Взрослые сдали единый государственный экзамен. Это стало возможно благодаря акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Ульяновская область четвертый раз подключилась к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Основная площадка – ульяновская школа номер 21. Участники прошли все этапы экзамена по русскому языку. Регистрация, рассадка в аудиториях, заполнение бланков, написание работы. Не миновали родители и этап личного досмотра. Телефоны, мелочь, ключи – все пришлось оставить на входе. Все, кто пришел сдавать, мечтали испытать на себе психологическое воздействие ЕГЭ. У меня, во-первых, пятеро деток, трое учат в школе, и самая старшая как раз является выпускником 11 класса. То есть как раз непосредственно сейчас готовится к сдаче экзамена ЕГЭ. Поэтому к данной идее и предложению отнеслась, во-первых, с интересом в том, чтобы действительно посмотреть на своем, на себе ощутить, как это все будет, как будет проходить мой непосредственно ребенок. Хотел бы ощутить такие же переживания, какие будут у моей дочери, но думаю, что они будут не очень серьезными. С самого своего появления ЕГЭ стало пугалом для всех. Опытные педагоги восставали против него, психологи рассказывали какой-то стресс, а родители получали сердечные приступы, волнуюсь за своих детей. Чтобы снять напряжение, каждый желающий родственник выпускника может его сдать. Сегодня в школе номер 21 ульяновцам представился такой шанс. Педагоги считают, что участие в экзамене важно не только родителям, но и детям. Работа родителей, подготовка со стороны родителей к ЕГЭ имеет не меньшее значение, чем содержательная подготовка к предмету с учителем. Поскольку психологический настрой ребенка во многом зависит именно в этой части. А для того, чтобы такой настрой был правильный, предоставляется возможность родителям пройти в боевом режиме всю процедуру сдачи ЕГЭ. Год от года родителей, желающих сдавать экзамен, становится больше. Если в первый раз таких набралось еле-еле полторы сотни, то в этом году заявление на участие подало 600 человек. Само задание экзамена, конечно, упрощено, поэтому и на его решение отводится всего полчаса. Но из-за этого время можно почувствовать себя в роли выпускника и проверить базовые знания. Мне кажется, не страшно. Почему? Ну, во-первых, их уже готовят, начиная, мне кажется, уже с первого класса к этой процедуре. А с другой стороны, уже процедура с каждым годом все более отлаженная. И здесь уделяется внимание, в том числе и психологическому сопровождению детей. Ну и для нас, для родителей тоже очень важно почувствовать, что для моего конкретно ребенка это не страшно. Печать, работ, написание титульного листа – все так, как на экзамене. Родители довольны. Очередь за детьми. До ЕГЭ осталось пару месяцев. Подготовка вышла на финишную прямую. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин